Одесскую юрокадемию на этой неделе посетили сразу два иностранных лектора. Известный американский адвокат, специалист в области международного права Джордж Берман, а также популярный психолог из Израиля Нессия Фердман. Студенты различных факультетов прослушали ценные лекции, а руководство вуза обсудило с гостями дальнейшее сотрудничество и обмен опытом. Подробности в нашем сюжете. Иностранные делегации регулярно посещают Одесскую юридическую академию. Но студентам читают лекции известные зарубежные профессоры, дипломаты, политики, специалисты в области психологии, социологии и журналистики. Очередными почетными гостями вуза стали американский профессор из Колумбийского университета Джордж Берман и популярный психолог, коуч, эксперт в области бизнес-консалтинга Нессия Фердман из Израиля. У нас каждую неделю, когда идет учебный процесс, приезжает известный ученый. И вот на этой неделе у нас как раз два профессора. Джордж Берман, известный американский адвокат, профессор Колумбийского университета. Человек, который очень много сделал для развития и становления правовой системы Соединенных Штатов Америки. Вот он читает лекции по международному праву, по конституционному праву, по избирательному процессу Соединенных Штатов Америки. И все студенты приходят. Приходят даже из других факультетов, из других курсов. Я смотрю, пришли даже преподаватели из других высших учебных заведений. Джордж Берман, директор Центра международного инвестиционного, коммерческого и арбитражного права, преподаватель Парижского института политических исследований и со-руководитель Европейского юридического центра исследований в Юридической школе Колумбийского университета. Президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов и американский специалист на встрече обсудили обмен преподавателями и аспирантами. Один из ведущих адвокатов США высоко оценил условия, созданные для студентов в учебном заведении. Субтитры создавал Директор Центра, Университет, 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 или академии, я должен сказать, я был впечатлен в том, что, первое, что я получил, но ваша вопроса более генеральная. Это кажется, что очень хорошо организована. В Юракадемии все студенты имеют возможность с первого курса посещать лекции по правовым дисциплинам на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. А когда лекции на языке оригинала читают лично приглашенные специалисты, это помогает еще лучше освоить материал, считают учащиеся. Я поступала в этот вуз так, как тут есть уникальная возможность обучения на иностранных языках. То есть все студенты, начиная с первого курса, могут выбирать свой язык обучения. Это может быть украинский, английский, немецкий, французский. И курс этих лекций преподают не только преподаватели нашего университета, но также к нам приезжают иностранные лекторы. Сегодняшняя лекция проходила в формате дискуссии, диалога. Мы задавали вопросы, слушали ответы, и вопросы были крайне разнообразны. Мы услышали много точек зрения по поводу различных вопросов, в частности, правовой ситуации в Украине, правовой ситуации в мире. И отличие законодательной базы Америки от Украины. Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом Одесской юридической академии признается за рубежом, что открывает для наших выпускников возможности трудоустройства в международных конституциях и иностранных компаниях. Многие наши выпускники сегодня являются известными адвокатами, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Я могу десятки, сотни назвать сегодня наших выпускников, которые конкурируют с адвокатами, в том числе и Соединенных Штатов Америки. И Оля Смирнова, которая 7-8 лет назад закончила наш вуз, а сегодня возглавляет адвокатское объединение Соединенных Штатов Америки. Нессия Фердман – одна из самых известных тренеров по психологии в Израиле. Она основала школу коучинга и Центр персонального развития. Обладает более чем 20-летним опытом работы в этой сфере. Со студентами факультета психологии, социологии и политологии лектор интерактивно обсудила вопросы эффективной коммуникации. Чем отличается, наверное, Одесская юридическая академия от множества других вузов, которые есть, я думаю, что уникальность в том, ну, первое, это, наверное, люди. Давайте честно, очень много отражено личностного. И это очень видно. То есть я говорю и о студентах, и о преподавателях. Нессия Фердман посетила главные достопримечательности университета – научную библиотеку, музей редкой книги, музей оружия, ТИР. Известный психолог подчеркнула роль руководства в создании вуза европейского уровня. Когда у вуза есть президент, у которого не просто есть статус и кресло, а который живет тем делом, ради которого, и в который он готов вкладываться, и ради которого он делает очень многие вещи, это можно считать с того, что здесь происходит. Когда заходишь в это заведение, ты понимаешь, что у него есть хозяин. В хорошем смысле этого слова. То есть человек, который действительно заботится от нюансов, а я верю, что нет нюансов в таком процессе. И ты видишь заботу, внимание и желание того, чтобы это было на хорошем уровне. Участники лекции слушали гостю из Израиля с интересом и задавали ей актуальные вопросы. Студенты убеждены, что подобные встречи помогут им и в учебе, и в жизни. Очень приятно то, что такие международные встречи с реальными профессионалами для студентов не в новость и не в новинку. Это есть такая даже традиция университета, и уже небольшая привычка студентов встречаться с международными профессионалами, людьми компетентными в абсолютно разных сферах нашей профессиональной деятельности, и юристов, и политологов, и вот как в этот раз психологов. И это, собственно, нам помогает всесторонне развиваться и понимать наш предмет абсолютно с разных сторон, с новой стороны взглянуть на это все и научиться, самое главное, чему-то новому. Столь развитое международное сотрудничество и возможность углубленного изучения иностранных языков привлекает в университет все больше молодежи. На этой неделе Юрокадемию посетили школьники из Львовской области. Многие из них уже определились с выбором будущего учреждения высшего образования. В моей школе я вивчаю украинскую и английскую мову, но мне понравилось, что в этом университете можно вивчать другие мовы, выходить на лекции на разных мовах и быть на лекциях в разных профессорах из разных стран, в Великобритании, США и в много других разных странах. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей выезжают за границу, где продолжают обучение или проходят профессиональную стажировку в лучших университетах мира, в международных организациях, правительственных учреждениях зарубежных стран. И это, в свою очередь, открывает большие перспективы перед студентами и выпускниками престижного вуза. Субтитры создавал DimaTorzok